Девушки отдыхают Я спросила у кого-то, что это? Выглядит жутковато А мне ответили, так это морской дозор Они борются с китобоями, с нелегальной рыбалкой Ничего себе подумала я, это интересно Пираты? К тому, что нас так называют, мы уже привыкли Но на самом деле мы не пираты Меняется мир, меняется наша тактика Сейчас мы много работаем с официальными властями Пора проснуться Уверена, что все видели, что произошло с Европой Наша рыба просто исчезла Атлантический океан пустой Треска вымерла Ловить просто нечего И поэтому европейские суда сейчас здесь В Восточной Африке ситуация уже очень плохая Там были гигантские траулеры И они по-прежнему там Они просто опустошают океаны Посмотрите, что случилось в Сомали Пираты раньше были рыбаками А потом пришли зарубежные траулеры И выловили всю рыбу И у них не осталось дохода Так что я думаю, это просто здравый смысл Что страны просыпаются Что страны просыпаются Для меня большая честь и огромное удовольствие Выступать на этом торжественном мероприятии Посвященном началу операции Альбакор-2 Территориальные воды Габона В самом сердце Гвинейского залива Они оказались под угрозой В результате незаконной, недекларируемой И нерегулируемой рыбной ловли Здесь процветает морское пиратство Поскольку существуют Нефтяные запасы Залежи полезных ископаемых Морской флот Морской флот Вот так вот ходят С оружием Конечно, конечно Значит, и вооруженные стычки бывают Конечно, и перестрелки случаются Перестрелки? Да Пройдемте дальше, посмотрим О, живые цветы Здесь много натуральных материалов Здесь у нас разное оборудование Оно позволяет нам видеть на расстоянии У нас есть автоматическая система Идентификации в открытом море И традиционные приспособления Например, бинокли, чтобы распознавать суда Здесь мы принимаем решения А как происходит задержание? Вы общаетесь через мегафон Или даете знать жестами? Сначала обычно пытаемся Просто установить контакт по рации Понятно Затем становится ясно Хотят они сотрудничать или нет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда они поднимаются на борт Мы проверяем оружие Чтобы убедиться, что там нет патронов Так что во время хранения Оно безопасно А когда мы его им выдаем Мы снова проверяем И когда они возвращаются Мы тоже проверяем Чтобы убедиться в том Что оружие хранится разряженным Добро пожаловать на борт Что касается истории судна Оно было построено в 1950 году Как китобойное И гарпунная палуба была вот здесь А здесь была закреплена гарпунная пушка И я думаю, это удивительно Раньше на этом судне убивали китов А теперь защищают Морской дозор защищал китов В Южном океане Японские китобои промышляли там И только морской дозор Противостоял им Самая впечатляющая история Это как морской дозор Дал им отпор И встал между китобоями и судном На котором проводится переработка Он не давал им перегружать туши Я была в одной из этих маленьких лодок Рядом с гарпунными судами Это очень страшно Но именно это физическое блокирование Нелегальных рыболовных судов Чтобы не дать им продолжать промысел Это действительно спасает Миллионы и сотни тысяч жизней Мы очень близко подходили к китобойным судам И могли заблокировать им Подход для передачи китов на другое судно Мы физически не давали им этого сделать Вставили полосы обороны на воду Бросали зловонные бомбы им на палубу Кидали с них краской Которая символизировала Те кровавые дела, которые они творили Думаю, что самая впечатляющая компания Из всех, что я видела Была компания Zero Tolerance Это Нишин Мару Китобойная фабрика на судне Фабрика и топливный танкер Им нужно сойтись, чтобы заправиться И вот что мы делали в течение пяти дней Одно из наших судов стояло здесь, между ними Мы хотели помешать этой дозаправке Потому что если у них не будет топлива Они не смогут продолжать промысел Чтобы дозаправиться в море Два судна должны близко подойти друг к другу Вот так Поэтому Нишин Мару пытался подойти к заправочному танкеру А наше судно вставало между ними Чтобы не дать им сойтись И так продолжалось пять дней Обстановка очень накалилась Нишин Мару лил воду на Боба Баркера Прямо в машинное отделение Так что Боб Баркер совсем потерял управление Все его двигатели сломались И он начал вот так крениться Капитан Боба Баркера Очень смелый человек Питер Хаммерстед Закричал Сос! 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 Прекратите! Прекратите! У Боба Баркера больше нет двигателей И только тогда Нишин Мару отошел А перед этим они уже разрушили Главную мачту Боба Баркера И вертолетную палубу Слава Богу, Боб Баркер не затонул Хотя он был очень близок к этому После этого всего Мы получили судебный запрет Нашим судам нельзя подходить к ним ближе Чем на 500 метров И это запрет американского суда Это странно Как может постановление американского суда Действовать в международных водах При том, что экипаж международный А судно находится под нидерландским флагом Но мы все равно соблюдаем этот запрет Потому что не хотим делать ничего незаконного Этот флаг? Сейчас в Африке мы не используем его Потому что там настоящая проблема с пиратством И поднимать его не очень-то тактично и политкорректно Конечно, когда я оглядываюсь назад На былые успехи На то время, когда мы спасли 700 китов Благодаря компании Zero Tolerance Конечно, я постоянно вспоминаю о тех временах И о людях, с которыми работала О тех достижениях И думаю, как это было здорово Но также я невероятно счастлива, что сейчас Морской дозор занялся этим направлением Лично меня всегда волновали проблемы Нелегальной рыбной ловли и перелова Я всегда надеялась, что смогу что-то сделать для рыбы Потому что рыба не кричит, когда гибнет И никто не знает, что происходит Рыбы — это в некотором смысле Самые беззащитные и незаметные существа на планете Для меня защищать рыбу в сотрудничестве с правительствами Это воплощение мечты в реальность Всем доброе утро Доброе утро Мы по-прежнему следим за рефрижераторным судном И собираемся продолжать наблюдение и сегодня Ночью оно не двигалось Если они начнут движение, мы сразу же поднимемся к ним на борт А если будут продолжать дрейфовать, то высадимся сегодня в 2 часа дня Здесь интересное судно Выглядит как рефрижератор Они уже несколько дней здесь в дрейфе Обычно судно такого типа старается быстрее прийти из порта в порт Чтобы как можно быстрее разгрузить замороженный груз и опять вернуться за новым Дрейфовать в прибрежной зоне с замороженной едой на борту Это немного странно Это подозрительно, очень Оно огромное Мы не знаем, какой у них груз Это странное судно, потому что выглядит как обычный рефрижератор, на котором есть грузовые люки, через которые можно спустить груз вниз Но еще есть грузовые контейнеры, так что у них может быть замороженный груз Как странно Да Это патрульное судно Габунского морского флота Вайлд Лотус, 316 Вайлд Лотус, слушаю вас Добрый день, Вайлд Лотус Это Габунская рыболовная инспекция Мы заметили, что вы несколько дней дрейфуете в особо охраняемой зоне Интересуемся вашими намерениями Прием Это говорит капитан Какая у вас цель проверки? Я не понял Мы просто дрейфуем здесь и ждем следующий груз Здесь хорошее место для дрейфа Следующий груз у нас будет 3 июля Мы просто ждем, готовим судно Это очень хорошее место для дрейфа Вот и все Вас понял, сэр Мы вас инспектируем, так как вы грузовое судно-рефрижератор Находитесь внутри Габунской особо охраняемой зоны А перегрузочные операции здесь незаконны Так что мы просто хотим убедиться, что ваши рефрижераторы пусты Вот и все Под каким флагом вы ходите? Из какой страны ваше судно? Судно под голландским флагом Но оно зафрахтовано габунским правительством Прием Это рефрижераторное грузовое судно длиной 250 метров Оно использовалось для перевозки рыбы Вроде как они готовы сотрудничать Вы знаете, сколько человек на борту? Нет Их собрали на баке или на корме? Тоже не знаете? Можешь спросить их, знают ли они, сколько членов экипажа на борту? Боб, Боб, сколько их? На борту 20 человек Военные только что поднялись На борт Они проверят судно Обеспечат нашу безопасность И дадут разрешение подняться инспекторам Они идут из Дуалы транзитом Куда вы сказали? Дурбан Дурбан, в Южную Африку Они перевозят фрукты Здесь очень хорошее место для дрейфа В открытом море очень много волн Судно слишком качает А мы просто ждем А какой у вас обычный груз? Что? Какой у вас обычный груз? Обычно фрукты Ты их ведешь на корм, они должны забрать штаткома Котсмана и показывать им эти корма Нас отсюда не выпускают Вы сказали ему про... Да, сказал, но он под прицелом Это невозможно Да ладно Это боцман Боцман должен идти с вами Наш следующий груз будет грейпфруты и лимоны из Южной Африки Это перед этим мы перевозили замороженную рыбу из Ирландии в Камерун В Дуалу Да, но почему они здесь дрейфуют? Почему они тут крутятся? Да потому что еще рано Нам приходится дрейфовать Мы чистим трюмы, чтобы подготовить для следующего груза Это судно не сможет выполнять погрузочные операции в море Ваша претензия в том, что погрузочные операции в море запрещены Но поверьте мне Судно с подъемным краном в открытом море и так не сможет выполнять подобные операции Нужен другой кран Мачтово-стрелочный кран Понимаете меня? Мачтово-стрелочный кран Там два таких крана, две проводки У крана только одна проводка, одна ось поворота В этом проблема Это невозможно Мы просто дрейфуем в безопасном положении и ждем, когда придет наше время Потому что в Дурбане нам сложно стоять на якоре Там слишком сильно штормит Это судно-рефрижератор Перевозят фрукты Сейчас оно транзитом идет в Дурбан Ребята внизу все проверяют И проверим членов экипажа, их документы Ждем Спасибо, капитан Хорошего дня Спасибо за сотрудничество Все пусто у них Да, пусто Не пахнет рыбой? Совсем другое дело Хорошо, когда у тебя на борту представители власти Это позволяет останавливать суда и инспектировать их Совершенно другая ситуация Обычно власти не любят вас Да, обычно нас не любят Обычно, когда мы приходим на Форре Они говорят нам, убирайтесь отсюда И все такое Да, они нас совсем не любят Потому что мы не хотим, чтобы они убивали китов На Форрерских островах У них есть давняя традиция Преследовать китов на маленьких лодках Вогонять их на берег И там убивать Мы заходили в их воды И мешали этому На самом деле там целый клубок Юридических проблем В ЕС промысел китов нелегален А Форреры считают, что они якобы Не являются частью Евросоюза Они годами пытались препятствовать нам Но закон был сформулирован таким образом Что его невозможно было применить на практике Как я понимаю, с этого года Они смогли обеспечить его исполнение И нам теперь нельзя там появляться По крайней мере, нашим судам нельзя Не знаю, как насчет людей Что они там решили Так что в этом году Мы не будем проводить там кампанию Из-за запрета Сейчас мы боремся с нелегальным рыбным промыслом Это огромная проблема во всем мире Если вы хотите поесть тунца Вы идете в супермаркет Покупаете банку Открываете ее И наслаждаетесь Потому что вам нравится его вкус Но когда видишь, как его ловят Вы начинаете смотреть на это по-другому Это крупное рыболовное судно Называется Сейнер Рыба уже в огромной ловушке Она не может оттуда выплыть Но там пока много места Несколько сотен метров А потом Сейнер начинает тянуть сеть за края И круг сужается Рыбу сдавливает словно лимоны И в этот момент море становится красным от крови Это просто море крови Еще одна сеть называется черпак Им просто вычерпывают рыбу из большой сети Однажды мы наблюдали за Сейнером И насчитали, что они зачерпывали 15 раз Если, например, в каждом черпаке 5 тонн То за раз вылавливают 75 тонн тунца А они это делают несколько раз в день Почти каждый день И у них много Сейнеров Так что теперь вы представляете Почему рыбные запасы океана истощены Это Батист Кажется, наши друзья остановились Полагаю, они сейчас расставляют сети И собираются ловить рыбу Они развернулись Здесь, вот видите, два круга Обычное поведение рыболовного судна Которое расставляет сети Так они ставят свою ловушку Для нас это может быть интересной целью Как гнаться за кроликами Ага Еще что-то? Не Интересно Вначале ужин Потом работа Война войной Обед по расписанию Тебе принести еды? Да Добрый вечер, Монте-Аллегро Это габонское патрульное судно Мы собираемся подняться к вам на борт Для обычной инспекции Прием Хорошо, сегодня или завтра? Сегодня Примерно через полчаса У вас есть оружие на борту? Нет, нет Ничего нет Никакого оружия Например, в Средиземном море Рыбные запасы уже истощены Поэтому европейские сейнеры Занимаются промышленным выловом тунца В этом регионе Они промышляют здесь в огромных масштабах С 50-х годов И это тоже привело к тому, что тунца Почти не осталось Вот почему Габон и другие страны этого региона Проводят эти инспекции Чтобы убедиться, что весь улов задекларирован Как видите, сегодняшний улов Да 10 тонн тунца 2 тонны желтоперого И 8 полосатого То, что вы поймали с помощью рыбопривлекающего устройства, да? Да Был ли прилов? То есть? Черепахи, акулы? Нет, акулы Но мы их отпустили за борт живыми Живыми? Да, 5 акул живыми 5 акул за всю поездку? В этих водах, да Вы сообщили об этом прилове? Да Спокойной ночи Спасибо Спасибо Да, без проблем Моя основная цель Это прилов И нелегальная, нерегулируемая И незадекларированная рыбная ловля В Западной Африке По разным оценкам От 11 до 26 миллионов тонн рыбы в год Вылавливают нелегально Из них 7,3 миллиона тонн Выбрасывают как прилов Эту рыбу просто убивают без всякой цели Видите сеть? Видите, в ней много мертвых акул Проблема в том, что у акул нет плавательного пузыря И когда они оказываются в сети Еще до того, как сеть поднимут на палубу Они умирают из-за недостатка кислорода Просто потому, что у них нет плавательного пузыря Когда акулы не двигаются, они сразу же погибают В прошлом году, когда мы были здесь, в Габоне Было несколько случаев, когда китовые акулы попадали в сети сейнеров И мы разрезали сеть, чтобы спасти китовую акулу И выпустить ее на свободу Это невероятное чувство Видеть, когда акула уплывает из сети Продолжение следует... Продолжение следует... Чистим-чистим палубу Я влюбился в акул, когда мне было три года Так что это долгая история Для меня самым сложным и впечатляющим моментом было, когда я впервые видел мертвую акулу В мой первый рейс Это было ужасно Прежде я не видел акул мертвыми Но от того, что эта ситуация меня так шокировала, моя мотивация стала только сильнее А вы, ребята, хотите, чтобы я изменил это во время моей вахты? Или оставить все как есть? Я посмотрю Помогать — это именно то, чем я хочу заниматься Знать, что я помогаю миру стать немножечко лучше И я могу сказать, что это для меня самое впечатляющее Это заряжает меня энергией Я хотела сделать что-то полезное для нашей планеты Я первый раз в море Это мой первый рейс и первый опыт на Камбузе Так что мне пришлось многому научиться Это моя седьмая компания Я просто люблю это Люблю вот все это Люблю быть на судне, люблю экипаж Да и вообще все, что с этим связано Когда я на судне, в море, я чувствую себя дома больше, чем когда я на суше Это точно После того, как я служил 45 лет в военно-морском флоте Я вышел в отставку летом 2016 года То есть год назад И вскоре я стал скучать по морю Но я не хотел просто так выходить в море для развлечения Для этого у меня есть яхта Для меня важна миссия Ух ты! Я никогда такого не видел Два кита прыгают одновременно Вместе Я опять! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот здесь Поймал Так Ну что? Можете немного ослабить этот трос? Я могу нырнуть за этой штукой Постараюсь отцепить ее Да, но она застряла не там, а вот здесь Это FAD Эта штука называется FAD Это устройство, привлекающее рыбу Обычно их прикрепляют к платформам Они плавают и привлекают там рыбу Но у этого, похоже, нет платформы Оно оторвалось И это очень опасно Киты могут в нем запутаться И даже для судов это опасно Вот сейчас эта штука зацепилась за наше Кроме того, это просто мусор Так что мы не можем оставить его в океане Потому что в нем может застрять акула Или дельфин Или даже может пострадать судно Если она попадет в винт Вот так Может, немножко приподнять? Или она тяжелая? Нет, давайте еще немного Оно ушло далеко под киль судна Может быть, дайвер отправим? Это плод Плод? Да Я думаю, это два разных элемента Этот черный плод Это, наверное, часть местного рыбацкого оборудования Я видела много таких у берегов Африки Обычно к ним прикреплена небольшая сеть Но сейчас мы в 30 милях от берега А местные рыбаки так далеко не заходят Видимо, шторм или сильный ветер Или прилив его вырвали И оно просто далеко уплыло А это точно часть ФАД от Сейнера Нам очень повезло, что она не застряла у нас в винте Или в ходовой части Или что в него не попала акула, дельфин Или даже кит Небольшое приключение под вечер Точно Большинство членов экипажа – волонтеры За ужином и за обедом все собираются здесь Капитан, рядом с матросами Рядом со вторым поваром Играют в карты И, конечно, если мы хотим защищать морских животных Китов, акул, дельфинов, рыб Мы не хотим, чтобы их убивали Как тогда мы можем есть продукты животного происхождения? Все наши суда, а сейчас у нас их 10, абсолютно веганские Также все моющие средства, которые попадают в море с водой с нашего судна Мыло, шампунь и жидкости для стирки должны быть безопасны для океана Мы их очень внимательно выбираем Все они веганские, безопасны для океана И не тестировались на животных Скажите капитану, останови двигатели Что? Позовите капитана, скажите ему, останови двигатели Капитана? Да, пусть остановит двигатель Остановите двигатели, сэр Прямо сейчас здесь три разных судна Мы высадили военных на одной из них Боб Баркер постарается остановить другое И мы пойдем за ним сразу после того, как закончим с этим Мы попытаемся остановить все три Они пересекли границу Идите наверх Наверх Сейчас какой-то мужик придет Он знает английский Но это для Конго Это для Конго А мы в Габоне Мы не ловим рыбу Мы просто идем из Габона Мы идем из Конго И идем в Конго Вы просто идете? Я знаю, что вы из Габона Вы идете? Да, просто идем Просто идете? Просто идем Просто идете из Конго И идете в Конго У них даже в Конго лицензия уже просрочена Она старая, прошлогодняя Это разрешение на ловлю рыбы в водах Конго Но сейчас мы в водах Габона К тому же конголезская лицензия уже истекла в прошлом году Они не могут законно ловить рыбу даже в Конго И уж точно не в Габоне Вам нужно следовать за тем судном База, меня и Лямба арестовала морская полиция Что произошло? База, меня и Лямба арестовала морская полиция Морская полиция арестовала Лямба и Сяо? Да меня же, меня А, морская полиция арестовала тебя? И Лямба И Лямба? Что случилось? Почему тебя арестовали? Я даже сети не расставил Вчерашний лов был 370 А в этот раз еще не успел подсчитать А, значит, тебя арестовали? Да, да, меня задержала морская полиция Так, так, ну что, получается, что ты поменьше рыбы привезешь Не в этом дело Скажи моей семье, что меня арестовали Понял, отключаюсь Им нужен наш улов Количество рыбы, которые мы ловили каждый день Кроме этого, они еще хотят знать, где мы ставили сети Чтобы доказать, что мы не промышляли здесь Вот что она хочет И главная проблема Ты не можешь этого доказать Да нет таких данных Не делали мы записи Скажи им, что мы вообще здесь у них никакого промысла не вели Скажи, что дизель сломался Судно дрейфовало Несло волнами И принесло сюда Боб, Боб, Фиттер Фиттер, Боб, слушаю Инспекторы не будут подниматься обратно на борт Они останутся на арестованных судах И все военные останутся там же, вместе с ними Так что наш следующий шаг Перебросить двух инспекторов с одного судна на другое Они их допросят А потом конвоем поведем шпорт Мы сейчас пытаемся понять, в какой именно Еще один славный победный день Классная история Хороший день Несколько целей пересекли границу У нас не было никакой информации О них, пока мы их не увидели Но по поведению на радаре Было понятно, что это траулеры Мы такое видели и раньше Мы высадили военных на два судна А третья попыталась Сумела скрыться Пока мы занимались двумя другими Эти два судна Наш первый арест в этом году Для меня это первая компания такого рода Мы начали работать с правительством У нас на борту военные Такое у нас впервые Обычно у нас нет реальных рычагов воздействия Кроме всемирной хартии природы ООН Если вы сейчас посмотрите на любой рыболовный промысел в мире Ни у одного из них дела не идут в гору Большинство и вовсе в упадке Современные методы ловли рыбы Столь эффективны, что популяция Никак не может восстановить свою численность Официальные власти вынуждены проснуться Страны вынуждены проснуться Что собственно и происходит Особенно здесь в Африке Где множество государств готовят с нами сотрудничать И приглашать нас в свои воды Если вы ловите рыбу бездумно То вы вылавливаете из океана больше, чем там остается Популяция не может восстановиться Вы вылавливаете молоть, которая еще не отложила икру Вылавливаете целые косяки рыбы Допустим, у вас есть лицензия на вылов тунца Но в сети никогда не будет только тунец Теоретически вы должны выпустить в воду Всех рыпоживотных, кроме тунца Но так бывает очень редко Рыба буквально сминается в сетях Она уже истекает кровью И мертва Так что ее очень сложно вернуть в море живой По некоторым оценкам 2050 году Количество рыбы будет ниже порога После которого уже невозможно Восстановить популяцию Запасы не смогут вырасти До уровня, при котором для будущих поколений Еще останется рыба И уже сейчас популяция крупных обитателей океана Находящихся на вершине пищевой цепи Акул, тунцов, прочих крупных хищников Находятся на грани По словам некоторых ученых 90% голубых тунцов Главных хищников в Средиземном море Уже вымерло И популяция не сможет восстановиться По некоторым данным Уже сейчас вымерло 90% акул И сможет ли популяция акул восстановиться До прежнего уровня Большой вопрос Все природные богатства Вокруг нас На грани вымирания Мы видим, что это уже Произошло здесь, в Атлантике Напротив западного побережья Африки Раньше здесь были Тонны и тонны крупной рыбы А теперь мы видим В сетях рыбаков Мелких рыбешек Которых они прежде вообще За рыбу не считали Я не ожидал, что Ситуация настолько плоха Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Некоторые виды из тех, что они поймали, не подходят для употребления в пищу Так что мы выбрасываем за борт тех, кого точно не будут есть Медуз, иглобрюхих рыб Мы увидели этого крупного угря в углу Он стал двигаться Все удивились, потому что это было очень неожиданно Как будто он хотел сказать «Эй, я тут, я тут!» А потом китайский рыбак подошел, взял его и выбросил за борт обратно в воду Вот так И мы увидели, что угарь поплыл и исчез в воде Это история о том, что нужно продолжать, продолжать бороться Если бы угарь не двигался и не бросился прямо нам под ноги Он стал бы еще одной мертвой рыбой Так что это маленькое напоминание о том, что нужно не сдаваться И продолжать борьбу Я думаю, это не просто одно судно в океане Даже одно судно может что-то изменить, потому что это послание для других Мы должны понимать, что мы не можем просто сидеть сложа руки и смотреть, как приближаемся к катастрофе Для некоторых это приключения Выходить в море, если ты не моряк, это очень необычно Это своего рода романтика и приключения Уехать спасать китов и все такое Но для меня это не так Для меня это единственный способ жить на планете И делать что-то, чтобы привести ее в порядок Я делаю это, потому что хочу, чтобы мир в будущем Чтобы будущие поколения наслаждались океаном, так же, как и мы Через 20 лет, когда вы вместе со своим ребенком или внуком увидите китов, прыгающих вокруг Вы скажете «О, а я знал одного парня, который все бросил, уехал и внес свой маленький вклад в то, чтобы спасти эту красоту вокруг» Верю ли я, что люди могут изменить мир? Да, безусловно Видите, здесь на судне представителей не одной какой-то страны, а множество разных стран Они собрались вместе с одной общей целью Да, все изменилось Но, мне кажется, мы по-прежнему боремся за те же самые идеалы За океан, за жизнь в океане Не важно, как именно ты это делаешь Как романтик или как прагматик, верно? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому